Привет, мои дорогие! Рад вас приветствовать на своем канале. Я готовила на праздник и решила показать вам свой стол. Он такой скромненький, тут на два человека всего стол я готовила. Но, возможно, вам что-то понравится и вы приготовите на свой какой-нибудь праздничный стол. Впереди Рождество, так что можно что-то посмотреть и приготовить. Здесь у меня вот такая закусочная тарелка. У меня вот такой вот легкий салат в виде венка сделанный. Здесь сытный с майонезом салат. На горячие у меня рулетики с курицей и беконом. А на гарнире у меня печеные яблоки. Ну, красный бархат вы все знаете. И у нас тут мандарины присутствуют, да? Вот такой у меня в этом году был праздничный стол. Смотрите, может, что-то вам пригодится. Все рецепты я прописала под видео. Здесь у меня заготовочка горячей закуски. Это шампиньоны. Я буду делать в аэрогриле. Две штуки, два шампиньона средненьких идут на одного человека. Здесь я добавила соус терияки. Я добавила немного легкого майонеза, нежирного совершенно. И специи. Специи соль немного, перец, чеснок добавила. Добавила карри и копченые паприки. Размешала. И вот так сейчас закроем, отправляем в холодильник. Это очень удобно, потому что горячая закуска. Уже перед подачей в аэрогриле или в духовку. В аэрогриле минут 12 готовится. В духовке 15-20 минут. И закусочка готова. Отлично, очень вкусно. И идет как дополнение к гарниру. На горячей у меня будут запеченные яблоки и куриные рулетики в беконе. Куриная грудка порезала, отбила. Специи. Вот так выкладываете. Ну, это все надо знать, да? Выкладываем. Вот такой вот бекончик. Все заворачивается, накалывается на шпажки. И на одного человека вот такой. Две штучки будет абсолютно достаточно, потому что на столе всего много. Сильно ничего не нужно много делать. Специи. Сначала будет запекаться минут 20. Потом еще смажем соусом. Можно терияки. Можно очень хорошо сюда подходит соус барбекю. Тоже очень вкусно. И потом еще минут 10 с соусом, чтобы такой он красивый будет сверху. Соус будет давать такой цвет, аромат. Яблоки запекутся за это время. В общем-то я в этот раз решила не какой картошки, а вот такие запеченные яблоки. Курица, бекон, яблоки запеченные. Это очень вкусно. И вот смотрите, это тоже заготовка. Я сейчас ее закрою салфаном и отправлю в холодильник. И когда уже ближе к подаче уже будет наступать праздник, да, в духовку 30 минут, ну, 40. И готовое блюдо будет. И прям горячее с пылу с жару будем подавать. Готовлю следующий салат. Он так вот а-ля оливье такой будет. Ну, похожий во всяком случае. Здесь у меня белки, желтки я брала, чтобы не был салат такой уж очень калорийный. Здесь у меня морковка по-корейски, не отварная, а по-корейски это очень вкусно. Зеленый горошек, маринованные огуречки, именно маринованные сюда нужны. Здесь у меня куриная грудка. Сейчас я заправлю таким легким майонезом. И потом сверху еще добавлю вот такой соломки картофельной. Можно самим сделать, можно хорошую. Вот мне нравятся, вот, посмотрите, вот такие прям очень вкусно. И сверху посыпем вот таким хрустящим картофелем. То есть, вроде как бы состав похож на оливье, но немножко новое. Всегда хочется что-нибудь попробовать новенькое. Попробуйте смаринованные именно вот морковкой неотварной. Остальное все тут как бы стандартное. Ну, курица или там колбаса, вы сами выбирайте. И попробуйте вот добавить не отварной картофель, а вот такой вот. И вот такое у нас основное блюдо горячее. Получилось. Сверху за 10 минут до готовности полила соусом терияки. Яблочки все уже такие прям мягкие-мягкие. Это вместо картошки. Не хотите яблоки, например, если кто захочет, можно и картошку сделать традиционную. Или какие-то овощи, перец. Ну, и курица с беконом, с яблоками очень вкусно. У меня, в принципе, все готово. Еще хотела один салат сделать, но пока, думаю, подожду. У нас тут все достаточно, чтобы поесть вечером. Я сейчас что-то не сторонница много готовить на ночь. Лучше что-то разнообразие какое-нибудь и стараюсь все легкое. Давайте я вам еще раз покажу. Значит, смотрите, здесь все рецепты я пропишу под видео, если кому интересно. Смотрите, вот здесь венок такой, ну, салат венок, да. У нас здесь мандарины, у меня здесь моцарелла, можно сыр с плесенью использовать. Вот этот бекончик, который у меня остался, да, я его в микроволновке, это очень удобно, кстати, в вафельном полотенце, ну, вот одноразовых. Так, 5 минут и хрустящий, вот такой бекон готов, жира здесь уже нет, и это такая хрустящая получается, у него текстура, что это очень вкусно, очень. Я просто сбрызнула оливковым маслом, можно лимончиком еще, но оставила так, кислинка здесь будет от мандаринов, и вполне тут все нормально. Айсберг, рукола, зелень абсолютно может быть любая, легкий, в то же время сытный, защищен хамона и бекона будет, да. Вот и сыр здесь есть, в общем, вот такой у меня получился салат. Я обязательно какой-нибудь легкий, всегда делаю салатик. И вот этот типа оливье, да, только в новом таком оформлении, тоже очень вкусный салат, рекомендую попробовать. Здесь горячее блюдо, рулетики с беконом, с куриной грудкой, запеченные яблоки, ну и тут помидорки просто для красоты, и чтобы ярко была зелень, положила и помидоры. У меня здесь такая закусочная доска, да, здесь у меня творожный сыр и красная икра, здесь у нас грибочки, канапе, канапе у меня здесь с балыком, тут типа капрезы сделаны, да, вот такие тоже с сыром, тут и тоже балык, ну, в общем, все, что есть, сыр положила, если сыр захотят, то можно сыр поесть, тут груша с хамоном, здесь закуска мы любим с фруктами, это слива, творожный сыр и здесь джем с джем и из инжира. Значит, что еще, ну, красный бархат по кусочку нам, традиционно мандарины, но это просто даже больше для красоты, но, может, съедим по одной штучке, да, но у нас здесь вот мандарин есть. Вот такой у меня стол получился, по мне, вот на 2-3 человека вполне достаточно. Мне кажется, ночью, ну, не обязательно есть очень много, это раз, а потом, ну, вот этот стол, он делается очень быстро, если все у вас уже есть, то это делать, вот, ну, это очень легко, все вот эти закуски, они вообще быстро собираются, поставили горячие салаты порезали, этот салат вообще очень просто делается, вот единственное, только вот этот салат порезали. Я еще хотела салат с ветчиной сделать, но что-то, мне кажется, мы вот этим всем очень и очень наедимся. Ну что, мои дорогие, с Новым Годом вас, счастья вам, здоровья, мирного неба и чтобы все, что вы задумали у вас, обязательно исполнилось в новом 2024 году. Еще раз, всего вам самого-самого хорошего и я всегда вас жду на своем канале. Всем пока-пока, ваша Ирина Воскресенская.